Упрощенная процедура оформления ДТП действует уже несколько лет. Однако статистика показывает, водители не спешат ею пользоваться. В прошлом году в формате Европротокола зарегистрировали только 8% ДТП с незначительными последствиями. В ГАИ говорят, причина низкой популярности метода – требование, чтобы письменное уведомление заполняли обе стороны. Более того, один из водителей должен признать себя виновным. С культурой наших водителей это связывал, потому что в большинстве случаев, когда случается дорожно-транспортное происшествие, как практика, вам скажу, то обычно у нас все правы, оба участника и каждый прав. Европротокол составляется на месте без присутствия сотрудников ГАИ и в течение трех дней подается в страховую компанию. Однако, чтобы оформить ДТП по упрощенной процедуре, необходим еще ряд условий. Например, в ДТП не должны участвовать более двух автомобилей. А сумма ущерба пострадавшей стороны не превышать 25 тысяч гривен. Наличие у водителей обоих транспортных средств, действующих по лесу обязательного страхования. Отсутствие травмированных и, не дай бог, погибших людей в результате ДТП. Согласие водителей транспортных средств относительно обстоятельств ДТП. Бланк европротокола водители получают в страховой компании при заключении договора. На месте происшествия документ нужно заполнить без ошибок и исправлений. Специалисты отмечают, особое внимание следует обратить на составление схемы ДТП. Рисуется то ли это перекресток улиц, то ли это улица, название улицы, какие знаки стояли на данном участке дороги. Рисуются автомобили с непосредственным направлением движения и точкой удара. Виновник аварии, оформленной по европротоколу, освобождается от административной ответственности. Затраты покрывают страховщики. В госавтоинспекции говорят, оформление дорожно-транспортного происшествия по упрощенной системе особенно удобно в больших городах, где из-за аварии на дороге может образоваться затор.